Друзья, сегодня мы поговорим о калибии лесолюбивой. Сейчас весенние без грибьи, но кое-что я нашла. Это калибия лесолюбивая. Вот такой грибочек, белые пластинки, рыжеет потихонечку, когда стареет. Такая вот ножка. Осенью мы собирали калибии каштановые, а не темные. А это калибия лесолюбивая. Она растет, ее всегда много. Ну, такой худенький грибочек, но в принципе пригоден в пищу. И запах у нее, и вкус приятный. Калибия лесолюбивая растет с середины мая до поздней осени в лесах различного типа. Как на подстилке, так и на гниющих остатках деревьев. В июне-июле встречается в больших количествах. Собирать грибы рекомендуется аккуратно. Мякоть хрупкая и легко ломается, особенно во время дождя. Диаметр шляпки 2-6 см. Молодость и шаровидная, а потом раскрывается до распростертой. Ножка тонкая, полая и гладкая, опушенная внизу. Пластинки частые, слабо приросшие, тонкие, белые или желтоватые. Очень много калибий лесолюбивых. Да, южный лес. Очень много. Очень много этого замечательного гриба. Прошли ливни, и тут выросло очень-очень много ее. Вот такая замечательная калибия. Судобный гриб. Можно жарить, суп варить. Такой вот хороший грибочек. Посмотрите, какая семейка. Семейка. Большая-пребольшая. Калибий лесолюбивый всегда радует, потому что это первые весенние грибы. У нее приятный вкус и нежный грибной аромат. Мы из нее варили суп, а также жарили. Всем очень понравилось. Калибия достойная представительница грибного семейства. Несмотря на невысокие вкусовые качества, этот гриб имеет немало разновидностей, некоторые из которых высоко ценятся в народной медицине. Радостной вам весны с калибией лесолюбивой. Редактор субтитров А.Семкин